Мне очень приятно присутствовать. Хотелось бы на мясное животноводство обратить такое же внимание, пристальное в плане поддержки со стороны государства, именно такое же, как и в молочном скоту. Переход на конкурентно способное производство говядины невозможен без высокопродуктивных мясных пород, без интенсификации от корма. Именно для этого, для сохранения продовольственной безопасности нашей страны, в последние годы было ввезено много пород животных, именно мясных. Герефорды, сементалы, абердинангусы и другие. Для этого в настоящее время осуществляется интенсификация от корма этих пород для более лучшей скороспелости, для более лучших качеств продуктивных. Так, в хозяйствах по разведению скота, в условиях стойлого пастбищной системы, обычно приплод до отъема от матерей в 7-8 месячном возрасте выращивается на полном подсосе. Животные телята в основном за этот период выращиваются именно просто на пастбище, без дополнительной подкормки. Поэтому в полуторалетнем возрасте их живая масса не достигает 500 кг, а варьируется от 370 до 430 кг. И среднесуточный прирост в этот период максимально 865 кг. За счет такого способа содержания нивелируется генетический фактор. И примерно по породам калмыцкая, герефорская, казахская, абердинангусская, русская камола эти показатели примерно одинаковы. В связи с тем в процессе, в условиях засушливых степей появляется недостаточное поступление питательных веществ, что сказывается на этих результатах продуктивности животных. Для повышения результативности говядины необходимо интенсифицировать выращивание молодняка с первых дней их жизни. Для этого у мест водопоя, отдыха коров, стоит организовать стойлово оборудованную лозами для свободного входа и выхода телят. А там уже использовать подкормку именно для телят. Тогда телята с полуторалетнего месячного возраста, кроме молока матери и пастбищной травы, поедают сочные концентрированные корма из расчета от 8 до 17 мегаджолей обменной энергии на голову в сутки. Содержание сырого протеина должно быть не менее 19,5-20%. Лучшим источником считается соя. Также содержание сырой клетчатки должно быть не менее 4,5%, но не более 10%, а сырого жира 3-4%. Для лучшего развития сосочков рубца к стартерным кормам можно подмешивать цельное зерно овса или ячменя. Пока телята находятся в подсосном периоде, они могут переваривать цельные корма. Также в условиях нашего комплекса у Агропарк Развильная животные поступают в возрасте 6-7 месяцев на откорм, именно на интенсивный. В условиях нашего комплекса телята или бычки весом от 150 до 400 кг поступают к нам в секции карантинные. Там они в течение 20-25 дней приучаются к условиям нашей площадки. По периметру в базах с одной стороны находятся кормушки с грубыми кормами, это сено, солома, а с другой стороны кормушки с концентратами. В составе, в структуре рациона на концентратную часть приходится от 10 до 15%, но в течение этих 25 дней структура меняется. У нас концентраты доходят до 60%. После карантинного периода животные переводятся в клетки, где основной откорм. Концентрированные корма животные поедают в волю. Вот такие вот бункера, самокормушки. Для того, чтобы меньше было трудозатрат, у нас не кормовой стол, а именно бункерное содержание. Вот так вот животные. В структуре рациона необходимо обеспечить следующие основные показатели. Сухого вещества 45-55% на килограмм натурального корма, обмен на энергии 9,5-9,7 мега джоулей, на килограмм именно сухого вещества чистой энергии 6,6-2 мега джоулей, протеина 14-15%, но это минимальный показатель по протеину. Сырой клетчатки 15%, КДК 19%, НДК 25%. Хотела бы привести таблицу по продуктивности именно животных на нашей откормочной площадке. Для сравнения взяли все мясные пород животных. Это абердин, ангузская, сементальская, калмыцкая. Также при поступлении вес у них варьировался. При весе живая масса уже была, предубойная живая масса была в районе 600 кг, а то и выше. Это были такие контрольные убои именно, как отзывались животные, на интенсивный откорм. Выход от уши был свыше 50%. Также вот показатели убоя. Мы сдавали этих же животных с этих групп на контрольный убой. Предубойная живая масса была 553 у калмыков, 583 у ангусов, самые максимальные. По выходу туши 52% дали калмыцкий скот, 57% практически ангусы. По убойному выходу, соответственно, также 55% дали калмыки, по геррифордам и ангусам 56% и 59% соответственно. Что хотелось бы больше сказать по данной таблице, что так как у нас калмыцкий скот более адаптирован и он более лучше отзывается именно к нашим местным условиям содержания, к местному климату, то есть смысл более, как сказать, качественнее подойти именно к этой породе и развивать ее в плане мясных качеств именно на откорме. Не просто держать их в степи, а ставить на интенсивный откорм. Потому что по показателям они не намного отличаются от высокопродуктивных мясных пород зарубежных, именно сементальских, геррифордских и ангусов. Также хочется обратить внимание на состояние загона животных. Так как животные находятся в базах, то нужно очень тщательно обращать внимание на подстил. То есть если уровень грязи на уровне копытца, это уже на 7% снижает суточные привесы. Грязь на уровне голени на 14%, ниже скакательного сустава 21% и грязь поскакательной 28%. Это все было опытным наблюденческим, скажем так, путем получены эти результаты. Так, подождите. Также недавно мы провели опытный откорм. Период приучки животных, карантинный период. У нас здесь, в Ростовской области, открылось новое предприятие ТППД. Вот завод Балтика, пивная дробина. Это предприятие покупает пивную дробину и перерабатывает ее. Именно получает структурный концентрат ячменный. Мы привезли к нам на пробу, на опыт. Мы поставили группу по показателям. Нам очень понравилось, потому что главный показатель – это что? Увеличение среднесуточных привесов и конверсия корма. Среднесуточные привесы увеличились в опытной группе до 200 грамм, почти. 180 грамм. Также просили рассказать, какие бычки приветствуются на приеме на мясокомбинаты. Естественно, это бычки мясных пород, скороспелых, потому что они отзываются более лучшей экономикой. Их дешевле откармливать, нежели молочный скот. И по качеству мяса они намного выше. Потому что сейчас идет раньше упор селекции был на большее наращивание жировой массы. Но теперь, так как спрос на постную говядину, на постное мясо больше увеличится. Теперь именно идет селекция на синтез белка, на превышение синтеза белка над жировой тканью. Поэтому и мясокомбинаты приветствуют больше именно от кормочных бычков, у которых хорошо выражена мускульная часть, мышечная. И мясо, естественно, такое по качеству намного лучше. Спасибо за внимание. А веска будет почтительнее для завершения от корма. Вы на какие показатели ориентируетесь? Сейчас уже 500-550 кг предубойная живая масса. А было больше? А было больше, да. А почему? Стали больше реализовываться постное мясо, чтобы туша не превышала 300 кг. От этого уже и от того, какой запрос у мясокомбинатов, у переработчиков, от того и мы пляжем, как говорится. Выращиваем. И сколько времени на это уходит? Вот, допустим, если бычка вы взяли полугодовалого, да, и еще год? Ну, в полуторалетнем возрасте, да. В среднем 7-8 месяцев от корм на нашей площадке. Среднесуточные привесы варьируются от 1,4 кг до 1,6 кг. Ну, в среднем 1,5 кг на голову в сутки. Мы как-то вышли на этот показатель и его держим. Вот вы даете волю концентрированной кормом. А сколько поедает на заключительной стадии? От 9 до 14 кг. В зависимости, вот примерно это 2,3-2,6% от веса животного. А вот если сотрудничать с мясокомбинатом, мы как-то с руководителем клубного от кормочного комплекса говорили. Так он сказал, что у нас с мясокомбинатом Виктория договоренность, чтобы ритмично шли поставки. Да. Вы тоже придерживаетесь этого? Мы тоже. А есть ли периоды, когда более выгодно, я не знаю, отправлять на отпор? Какой-то осень, допустим, времена года, нет? Ну, это в зависимости, у нас сезонность именно при покупке молодняка. Это весенний отел, осенний. А так как у нас откормочная площадка, у нас не пустует. У нас поток именно круговой. Мы круглый год и закупаем, а основная большая масса покупок именно идет на осень. Начиная с конца сентября и до конца ноября. Вот тогда идет основной поток именно закупки молодняка телят. А сдаёте круглый год, допустим? Да, да. У нас не пустуют вазы. Цена одинаковая все время или меняется? В зависимости от рыночной. Сейчас вот сдаем 220. Вот? Да. Покупали телята, были в районе СНДС, 210 где-то в среднем цена. Ну, нам тоже негде брать телят. Мы их завозим отовсюду. Оренбург, Воронеж, Липецк. Большая география. Стараемся мясных. Но и молочный скот тоже откармливаем. А доля молочного скота у вас? Процентов 40. Процентов 40. Достаточно много. 30-40, ну так. Какой генетический потенциал у Дигочкова? Еще раз с ним. Генетический потенциал. Сколько генетический потенциал? У меня... У меня... Все зависит от породы. Все зависит от породы. Максимальный суточный привес я на ангусах фиксировала. Это было 2,137. 2 килограмма, 137 грамм. Это было года 4 назад, наверное. Ну, максимальный вес не придет бывает. Ну, вчера я им отвез бугарья. За бугарья я получил 210 тысяч. Выход мяса получился 650 килограммов. Это только мясо? Да. Это только мясо. Живое вес было 990 килограммов. А сколько он кормился? А? Сколько ему лет? Это 2-х лет-то. А какая порода? Абердинаму. Выход мяса дал больше 60 процентов. Больше, чем 70. Да. Это говорит так качественно мясной породы. А галштины вот сколько по мясу? Можете сказать? Галштины дают 52 вот так процентов. Во-первых, они очень капризные. 48 процентов коров. Да, коровы так, бычки дадут 54 максимум, 52 вот так. Выход туши не убойный, именно туши. Ну, убойный плюс там процента 2. А вы до какого возраста? Тоже до полутора? До кондиции, примерно до 500 килограмм. Там галштины 480, 530 вот в этом районе сдаются. Ну, где-то да. Ну, где-то вдвы, но... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok